В ходе прошедшей накануне прямой линии с главой государства ему было сделано несколько вопросов касательно расширения военного присутствия НАТО возле наших границ и недавней провокации, устроенной британским эсминцем в Крымских водах. Президент Путин высказал обеспокоенность, при этом почему-то понадеявшись на Конституцию Украины как гарант национальной безопасности России. В Киеве Владимира Владимировича услышали и дали понять, что надежды его беспочвены. Вся эта заочная дискуссия вызывает массу смешанных эмоций. Для простоты понимания давайте разделим этот вопрос на юридическую и практическую составляющие. Твари, они дрожащие, или право имеют президент Путин, сослался на статью 17 Основного закона Украины, где сказано, что на территории этой страны не допускается расположение иностранных военных баз. Но оговорился, что при этом возможно создание различных учебных центров и взаимодействие в иных формах. В ответ на это народный депутат Незалежный, представитель президента Зеленского, в Конституционном суде Федор Венеславский заявил, что сперва стоит обратиться за толкованием данной статьи в высшую судебную инстанцию. Будем надеяться, что судьи Конституционного суда, которые гипотетически могут рассматривать этот вопрос, будут патриотами Украины и станут настороже национальных интересов и территориальной целостности Украины. Гипотетически, если будут заключены договоры, например, о каком-нибудь военном сотрудничестве с другими странами, то через решение Конституционного суда можно ожидать, что такой вариант не исключается. В качестве другого удачного примера обхода ограничений, украинский нардеп привел Литву, где также была формулировка, ограничивающая размещение иностранных баз. Но Конституционный суд этой Прибалтийской республики стоял на страже национальных интересов и истолковал данную статью идеологически правильно, сделав исключение для военных баз союзников. Иначе говоря, ссылка президента страны-агрессора на Конституцию Украины, запрещающую военное освоение территории, граничащей с Россией, очень наивно. Еще более наивно ее делает то, что основной закон никто не может помешать Киеву переписать в свою угоду, как это сделала в прошлом году сама Москва, обнулив попутно президентские сроки Владимира Владимировича. И еще проблема заключается в том, что базы НАТО и так де-факто не первый год находятся и развиваются на Украине. Базы в МСО в Одессе и Николаеве, по сути дела, предназначены для стоянки и обслуживания американских и британских военных кораблей. Легализовать их присутствие на постоянной основе предлагается через открытие в Одессе совместного военно-морского центра Украина-НАТО, об этом несколько месяцев назад заявил в интервью журналу «Новое время» Александр Вержбол, бывший посол США в РФ и экс-заместитель генсекретаря НАТО. И давайте не будем забывать про украинские очаков. В 2017 году туда пришли американцы, начавшие строить морской оперативный центр, якобы для нужд в МСУ, а по данным украинского общественного деятеля Алексея Селиванова, в этом городе также строится система гидроакустического обнаружения, призванная отслеживать все перемещения черноморского флота РФ. Занимаются этим исключительно британские военные, а украинцы обеспечивают только внешнюю охрану. Заметим, что Очаков находится всего в 100 километрах от Крыма и главной базы наших черноморцев. Вот такая вот раковая опухоль образовалась возле наших границ. И это еще цветочки. Основные проблемы начнутся, когда пойдут метастазы в виде размещения элементов американской системы продвойного назначения ИДЖИС и Форт Байдена. Подлетное время ракет с ядерными боеголовками от Харькова или Запорожья до Москвы составит всего несколько минут. Это уже абсолютно реальная угроза самому существованию Российской Федерации. И тут хотелось бы задаться следующим закономерным вопросом. Кто виноват и что делать? О том, что все закончится именно так, разумные и дальновидные люди говорили и писали еще весной 2014 года. В ответ им дружно затыкали рты, рассказывая глупые сказки о том, что Украина замерзнет, сама развалится, приползет на коленях просить прощения и так далее, нам с опломбом заявляли, что не будет никогда ни поставок американского оружия, ни иностранных военных баз в незалежной, а украинская армия – это сброд, который можно будет простым веником разогнать. Вместо того, чтобы решать сам корень проблемы, который заключается в том, что Киев с 2014 года находится под внешним управлением Запада во главе с США, наши собственные власти делали вид, что все под контролем, и основные усилия прилагали к прокладке обходных газопроводов. А теперь, гляди же ты, вдруг проснулись. Бывший помощник президента РФ Владислав Сурков, который, по сути, и руководил сливом проекта «Большой Новороссии». Недавно тот заявил, что Украину, оказывается, можно вернуть только силой, конечно, силой. Силой. Сила бывает разная, не только военная. Есть еще сила спецслужб, она другая. Есть сила так называемая «мягкая», пресловутый термин, но она тоже существует. Есть сила экономического влияния, политического влияния. Некий прогресс налицо. Но до полного понимания, увы, еще явно далеко. Так, минувшей весной, когда ВСУ откровенно готовились к широкомасштабному наступлению на непризнанной республике Донбасса, наши Минобороны наплесчало переброску ВСРФ на границу с Украиной под видом учений. Тогда вырисовывались различные варианты того, как можно было бы раз и навсегда решить проблему с военным освоением украинской территории. Но, постояв на границе, российские войска получили в итоге приказ отойти на места постоянного базирования. Накануне президент Путин прокомментировал эти события следующим образом. Подняли большой шум по поводу того, что мы проводили учения на своей территории вблизи украинских границ. Я дал указание Министерству обороны потихонечку заканчивать и войска вывести, если кого-то это так беспокоит. Мы это сделали, но вместо того, чтобы отреагировать позитивно, они приперлись к нашим границам. Совершенно непонятно, почему нашего верховного главнокомандующего удивляет, что объединенные силы НАТО в ответ на его миролюбие к нам же и приперлись. Если бы ВСРФ уже стояли на Днепре и под Киевом, в лучшем случае военнослужащие Североатлантического альянса были бы сейчас где-то на страже Галичины, реально боясь дальнейшего продвижения русских. А так это мы теперь должны постоянно быть в напряжении, ожидая очередной провокации возле Крыма или появления системы ИДЖИС под Харьковом или Запорожьем.